Всем привет! Начинаются, точнее продолжаются наши посиделки с домашней моей коллекцией, ну и с вашей, предположительно, тоже коллекцией, которая будет расти, расти, множиться и приносить нам всем радость, удовольствие и наслаждение. Хочется мне вспомнить музыку под названием «Хардкор», и, наверное, у кого-то вызовет удивление тот факт, что вот человек, который слушает «Дримцета», который любит джаз, Майлса Дэвиса, Калтрейна, ну и рок всякий разный, сложный, интересный, замороченный, технически совершенный. Ну, то есть хорошую музыку. То есть кантри, фолк, джаз-рок, фьюжн всяческий, и авангард, ну и прочее, 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 прочее. Вплоть до «Назарет». Это шутка. Вот вызывает удивление тот факт, что вот человек слушает это, слушает то, а вдруг потом начинает говорить про хардкор, про панк-рок, про пятое-десятое. Но ни у кого не вызывает удивление такая штука, что вот кинокритик, например, вот он любит Тарковского, любит там каких-то серьезных режиссеров, сложные авторские фильмы, сложное авторское кино, а потом вдруг начинает хвалить какой-нибудь La La Land или, не дай бог, еще какой-нибудь аватар. Говорит, что это потрясающее, это произведение искусства. Да, произведение искусства, потому что искусство разное и жанры разные. Мы же читаем одновременно там и Достоевского, и не буду называть имен, чтобы никого не обидеть, каких-нибудь современных модных писателей. И ничего страшного. Музыка – это звук. Звук приносит нам удовольствие, вызывает определенные эмоции и провоцирует нас на какие-то действия. В лучшем случае – ментального свойства, а не разрушения или там что. Скорее, хорошая музыка всегда провоцирует на созидание. Созидание тоже бывает в разных формах. Новый мир можно строить, можно старый развивать. И, в общем, главное что-то делать. Главное что-то делать. И вот я взял с полки несколько пластиночек, которые очень люблю. В частности, пластиночки группы Black Flag, про которую мало кто что-то знает. Но люди, которые увлекаются музыкой, они, конечно, знают этот замечательный коллектив. Слушают его, знают песни наизусть, переводят их и пытаются играть их на концертах, если в руках есть гитара. Хотя я никогда не слышал, честно говоря, чтобы в нашей стране кто-то играл песни Black Flag. Почему? Я расскажу почему. Потому что музыка достаточно сложная и достаточно не похожая ни на что. Ни на панк-рок, ни на прогрессив, ни на тяжелый рок. Вообще ни на что. Сложная штука. Хотя считается, что это, но не считается и есть. Это хардкор, это панк-рок, это зверство. Это такой вот дестрой сплошной. Нет, не дестрой. Не дестрой. Одно из самых таких серьезных заблуждений, проникших в массы, это то, что люди, играющие панк-рок, не умеют играть на гитарах и на барабанах, и на бас-гитарах, и прочие не умеют петь. Это полная чушь, потому что все все умеют, все все знают, все все понимают, все владеют инструментами, знают, что такое запись голоса, знают, что такое игра на гитаре, что такое гаммы и все остальное. Иначе бы вообще просто ничего не получилось. Группа, которая не умеет играть, она выходит на сцену или оказывается в студии, и у них не получается вообще ничего. И поэтому групп, которые не умеют играть, мы никогда в жизни не слышали, на самом деле. Ну или слышали где-нибудь на школьных вечеринках. Все, что мы слышим, все, что записано на пластинках, это все записи людей, которые играть умеют. Давайте вот на этом поставим точку. И все. Группа Black Flag славится тем, что в ней пел Генри Роллинс, всем известный человек, который в Москве выступал. И по телевизору его клипы крутили в 90-е годы. И с Александром Ф. Скляром он большой был друг. И после его концертов в Горбушке, я имею в виду Генри Роллинза, Скляр даже начал выходить на сцену в семейных трусах. Как водится у москвичей, Слямзев, так сказать, сценический образ у западного уважаемого коллеги. Но Black Flag начинала безо всякого Генри Роллинза. Организовал группу в конце 70-х, по-моему, в 77-м у них были первые концерты. Это Грэг Джин гитарист, или Грэг Гин, как пишут в разных критических статьях. Мне привычнее его называть так, как я придумал. Грэг Джин. Замечательный гитарист, действительно очень серьезный исследователь новых путей в музыке. Грэг Джин. И вокалистом там был никакой не Генри Роллинз. Вокалисты там менялись. Первую пластинку я не знаю, с кем они записали. Первая пластинка была очень коротенькая. На 45 оборотов она вышла. Вторая. Вот эта. Тоже на 45 оборотов. И тоже здесь Генри Роллинза нет. А поет здесь, насколько я понимаю, Рон Райерс. Такой человек. Хотя в кредитах написано просто вокал Чава Педераст. Ну, такой, видимо, сценический псевдоним был. Вот. Смотрите. Видно? Не видно? Наверное, не видно. Но неважно. Я врать не буду. Чава Педераст написано. На бас-гитаре Чарльз Дуковский. Отличный бас-гитарист. Отличный музыкант. На барабанах Роба. Я не знаю, кто это такой. Это второй альбом. Black Flag. На 45 оборотов. И здесь всего раз, два, три, четыре, пять, шесть песен. Они коротенькие. И достаточно все традиционные. Jellous Again. Такая зверская достаточно песня гитарная. Но ничего, особенно нового, я там не услышал. Вот хорошее произведение White Minority здесь. Это первая на второй стороне песня. Ну, в самом, пластинка интересная, но достаточно обычная. Несмотря на поиски Грега Джинна гитарная. Она хорошая, но такого не вызывает, ах, какого восторга. Вокалисты в группе менялись. Чава Педераст ушел. Пришел еще какой-то вокалист. Не помню, как его звали. Который ушел прямо в середине концерта. В клубе на восточном побережье Black Flag. Играли свой хардкор, свой зверский, такой усложненный панк-рок. И этот самый певец прямо взял и ушел. А играть-то нужно было. И из публики вышел какой-то крепкий мужчина в татуировках. И сказал, давайте я спою пару песен. Ну, артисты сказали, ну, давайте спойте, мистер. Там же вежливо все. Там же панк, не панк, хардкор, не хардкор. Я общался с разными панками западными. Они очень вежливые люди все. Политкорректные даже. В обычной жизни. Видимо, то, что у них наболело внутри, оно выплескивается все со сцены. Ну, этот парень, точнее молодой мужчина, спел пару песен. Всем это понравилось. Его пригласили на прослушивание. Прослушивание парень прошел. И стал штатным вокалистом группы Black Flag. А Грег Джин абы кого не возьмет в группу. Потому что музыкант, он, как я и говорил, очень сильный. И очень творческий человек. Ну, Роллинс. А это был именно Генри Роллинс, вышедший из зала к микрофону. Ему понравился. И... Нет, не ту я взял пластинку. Да. И был записан вот этот альбом, который входит в список журнала Rolling Stone. На который мне решительным образом наплевать. Я не верю тому, что пишет журнал Rolling Stone. Равно, как и все остальные музыкальные журналы. Потому что у всех у них, так же, как и у меня, есть свое личное мнение. И ориентироваться насчет личное мнение мне не очень интересно. Мне важно то, как меня пронимает музыка или не пронимает. Прошибает или не прошибает. Но, тем не менее, в список 500 лучших альбомов рока вот эта пластинка вошла. Первый альбом Black Flag с Генри Роллинзом. В каком году он вышел, я не помню. По-моему, 81-й. Тут не написано. По-моему, 81-й год. Роллинз вообще достаточно интересный мужчина. В разных областях он себя пробовал. В поэзии, в живописи, в кинематографе. В частности, он сыграл очень неубедительно, как мне кажется. Очень слабо сыграл в сериале «Сыны анархии». Сыграл практически тот образ, который он несет со сцены. Не буду даже называть, в чем этот образ. Какими словами этот образ характеризуется. Но сыграл он плохо, как и все практически рок-музыканты, которые пробовали себя в кинематографе. Ибо киноартист и артист-актер – это профессия, которая учится отдельно, специально. И просто так, абы как выходить к камере и изображать в себя актера. Это, ну, это так. Ну, может быть, да, можно, да, попробовать. Даже Дэвид Боуэй, мой любимый, мне как драматический артист, не нравится, не вызывает восторга. Лучше, когда он поет, сочиняет музыку и устраивает шоу на сцене. А кино – это немножко другое. Но, тем не менее, вот эта пластинка, она действительно ломовая. Damaged. И здесь, если на первой стороне музыканты под руководством Грега Джина играют достаточно такой привычный хардкор, то на второй стороне уже начинаются жуткие эксперименты. Песня Depression, Room 13, Damaged 2 и финал Damaged 1. Дин – это вообще, можно сказать, только поймите меня правильно, это такой King Crimson от панк-рока. То есть, это очень серьезные гитарные поиски, Life of Pain. В общем, интересно. Вторая сторона очень интересная. И вот эти атональные аккорды, странные гаммы, которые придумывал сам этот самый Грег Джин. Это чистый уже авангард начинается такой. Ладно, там какой панк-рок, там ду-ду-ду-ду-ду-ду. Хотя ду-ду-ду-ду-ду-ду чистенько тоже сыграть не так-то просто. Но здесь просто я говорю, я повторю еще раз, это какой-то King Crimson от хардкора и от панк-рока. Это кайфовый альбом. Но, я не знаю, может быть, он и входит в 500, так сказать, лучших альбомов мира, по мнению журнала Rolling Stone. Я бы в 500 альбомов его не воткнул все-таки. Все-таки очень много хороших пластинок, которые достойны занять это место. Но альбом хороший, я повторюсь. Black Flag Damaged, вот этот 81-й. А дальше пошли уже эксперименты настоящие. Группа развернулась. Да, надо сказать, что группа-то совершенно то, что называется, независимая была. Всю историю своего существования. И они, как бы это сказать, они такое течение образовали, которое называется Do It Yourself. Потом вышла в скором времени пластинка английского замечательного парня Яна Дюри, которая так и называется Do It Yourself. Но я о ней поговорю отдельно, потому что это действительно одна из моих самых любимых пластинок. Я ее слушал бесчисленное количество раз. Я Дюри, Do It Yourself. То есть делаем, что хотим, делаем все для себя. И, соответственно, Black Flag всегда делали все для себя. Делали то, что хотели. Не работали с мощными продюсерами в мощных студиях. Работали в студиях тех, в которых возможно было что-то записать. Продюсировали практически сами все. И звук не очень хороший у них. То есть там все слышно, все звучит, все здорово, все понятно. Но, конечно, не сравнить там с каким-нибудь Yes или там с Moody Blues или даже с Deep Purple. Хотя у них тоже со звуком иногда были проблемы. Но это не важно. Это я на всякий случай делаю предупреждение. А то кто-нибудь из тех, кто не слышал никогда Black Flag поставить, говорит, что там вата какая-то. Ну, там не вата, там все слышно. Но, конечно, по нашим студийным меркам современным можно было бы и получше. Ну, поскольку все делалось для себя, так как мы хотим. Пришли в студию, записали и поехали по концертам. Концертов огромное количество было. Охвачены были все Соединенные Штаты Америки. Иногда доходило до драк дело, потому что достаточно радикальные тексты были. Достаточно радикально себя вел и Генри Роллинс, и все остальные артисты. Ну, это та самая свобода, к которой артисты стремились и ее получали. Вот достаточно... Да, опять я не то достал. Достаточно радикальная пластинка Family Man. Вот это вот я ее показываю. Здесь вообще на первой стороне одни разговоры. То есть, на первой стороне то, что называется Spoken Word. Генри Роллинс читает свои прозаические и поэтические произведения под странные звуки, которые группа издает там сзади где-то. А вторая сторона это инструментал. Такой Spoken Word и инструментальная музыка. Вот в инструментальной музыке, как один умный человек, кстати, сказал, что здесь делает группа Black Flag, такое ощущение, что гаражный бэнд, там Stooges или кто-то еще, играет музыку Rush. Послушайте, это интересно. Это очень необычная гитарная игра. А делать необычную гитарную... Чтобы делать необычную гитарную игру и так, чтобы она воспринималась, нужно очень хорошо уметь играть на гитаре классические вещи. Вот что здесь и происходит. Но самый мой любимый альбом группы Black Flag, это вот эта штука. Luznat называется она. Вышла она в 85-м году, еще с Генри Роллинзом. Здесь ушел бас-гитарист. Ну, собственно, он раньше ушел на Family Man еще в Дуковске. И пришла девушка Кира. Не помню, какую его фамилию. Она играла на бас-гитаре, принимала участие в аранжировках. Она хороший музыкант. Действительно, профессиональный музыкант. И она привнесла уже такую сложность в музыку Black Flag. При этом хардкор весь остался. Все зверство осталось. Но стало все сложно, дико интересно, дико прогрессивно. Кстати говоря, вот здесь на Family Man, помимо того, что вторая сторона, как я говорил, инструментальная, на первой стороне произведение под названием Armageddon Man. Да, длинное полотно, где группа уже играет. Генри Роллинз не только говорит, а группа уже играет. А там чистый авангард, уже чистый Кинг Римсон пошел. Ну, Кинг Римсон в виде хардкора, как я уже, так сказать, упоминал. Ну, и вот этот Loose Nut. Всем рекомендую, действительно. Это тот самый авангард авангардный. Это очень крутая гитарная игра. Очень чисто все сыграно ансамблево. Невероятно зверски поет Генри Роллинз. Грег Джин играет безумные гитарные вещи. Очень советую тем, кто пытается овладеть игрой на электрической гитаре, послушать этот альбом. Ну, в числе еще тысячи примерно пластинок, на которых люди играют не традиционные гаммы, не так, как все, не так, как группа ACDC, например. А придумывают что-то интересное, действительно. Вот здесь интересного очень много. Annihilate This Week. Третья песня на первой стороне. Очень показательно. Modern Man. Последняя песня на первой стороне. И как-то странно почему-то всегда у Black Flag вся вторая сторона. Вся вторая сторона альбома. Это просто классика жанра. Это полный кайф. This is good. Зверская песня. I'm the one. Сынкин. Самая любимая моя песня. Сынкин. Это третья на второй стороне. Это просто вот и софт-машины, King Crimson и все, что угодно здесь собрано. Гитаризм совершенно невероятный. Но группа распалась. Покажу еще раз эту пластинку. Luznat. Обязательно. В коллекции обязательно ее нужно иметь. Иначе ваша коллекция не будет полной никогда. Потому что все альбомы Deep Purple, Uriah и Hippel и Zeppelin можно собрать. Но представление о рок-музыке вы не получите. Слушайте. Замечательные группы, которые я очень люблю. А вот эта штука, она, конечно, чрезвычайно интересна. И дает представление о том, что вообще в музыке происходит. И как музыканты думают. О чем они думают. И что можно вообще выжать из формата рок-группы. Казалось бы, обычной. Казалось бы, чего там искать. Да, нет. Искать можно. Ого-го. Ого-го. Сколько группы распалась. Потому что музыканты все время ругались между собой. Потому что Генри Роллинс хотел одного радикального. Грег Джин хотел другого музыкального. Все остальные хотели денег. Несмотря на свою независимость и свою бодрость. Все пошли своим путем. Грег Джин стал продюсером. И выпускал массу всяких интересных пластинок. Независимых со странной музыкой. И Генри Роллинс пошел в свое творчество. Политически, музыкально, кинематографически, живописное и прочее. В общем, распылялся. Распылялся. Но осталось после Black Flag несколько пластинок. Которые хочется слушать. Хочется иметь дома. Ставить своим женам. Детям. Любимым. И всем, 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 всем. Ну, таких ансамблей достаточно много. Я их все люблю. Например, Dead Kennedys и прочие, прочие, прочие. О которых мы поговорим уже в следующий раз. Всем пока.